объемы с моим мужем нереально начать снимать сначала влога у нас сегодня вообще просто влог такой незапланированный непростое приезд в этот раз на меловые горы ну давай алекс учись говорит привет дорогие подписчики ты где оказался алекс ой ой не дали спать ты где оказался малыш ты где оказался лавочка не знаю как у алекса у меня куча эмоций я обожаю эту энергетику тишина и спокойствие города просто не знаю место силы я уже говорила неоднократно придется мне повториться но это самая удивительная в том что я была беременная здесь тобой последний раз месяца на седьмом до приехала а теперь сюда видит мой малыш ну что давай поснимаем с ценным грузом мама ползет смотри сына я прям чувствую себя экскурсоводом не только вас вожу по так называемым экспонатом но еще и младшего сына да тебе нравится судя по реакции да как ты делаешь кто там ходит кого увидел как слоеный пирог такие порожки образуются да когда вынимаешь кусок скалы как всегда только по верхам мы лазим низина нас не интересует я в норме я варю контент эти маленькие ручки везде лезут мешают маме снимать ручки эти ножки грани могу вечно любоваться этой красотой граней шершавости монолитности песни поешь зачем куртку облизываешь не надо сюда шутки семейные не пускает возможности сынок не надо в мел не надо тебе сюда ручками я понимаю тебе хочется туда не видел куда алекс ушел не видел куда алекс ушел а вот он мой сынок ты куда забрался мой мелочек сладкий мой кусочек вот это класс ребенка в чем успели на улицу вытащить все что выпало из гардероба то и одели сын смотри сюда красивыми глазиками сынок он не слышит ничего кто сидит в коробке кто такой в коробке сидит кто сидит в коробке кто сидит в коробке кто кто-кто в теремочке живет мышка наружка алекс процесс процесс пошел пошел куда хочешь бах ну нормально синий трактор едет к нам и малыш давай попробуй отгадать не надо маме ушки раздевать это будет тяжелее ездить и анимация тебе тут с мамой маме спорт пока папа держит в идеале мама законный перекус так как здесь мелок важноватый кто не знает на горах важноватый на этот случай ездит у меня вот что с собой из домика взятый так ну что предлагаю приступить под пение алекса под пение алекса по мне самый кайф чистить мело в влажном виде во-первых счищается больше слоев загрязненности потому что по сухому чистишь как правило только верхний слой меловой по меловой пыли проходишь здесь уже в данном виде такой влажности счищается очищается основательно конечно конечно и потеря больше по весу при таком раскладе но это того стоит потому что все таки я за чистовую работу в данном случае и моя помощница чистит мил только во влажном виде поэтому сразу с гор он поступает на чистку только после уже на сутку ну соответственно потом уже на формирование заказов конечно проблема и в том что инструмент засоряется требует дополнительной очистки ну как я уже выразилась что я за чистовую работу поэтому более правильно я делаю это влажном состоянии когда находится привезенный свежепривезенный даже так скажем с гор ну это просто так сказать показательное выступление такие глыбки мы не транспортируем неудобно они бьются слишком маленькое тело мило сейчас цепляю просто на штатив неудобно держать колется в пути бьется то есть это так скажем для вашего кайфа глаз больше я снимаю подобные кусочки остаются незамеченными тем более не забранными домой ну и сам процесс конечно врезание инструмента во влажный мел куда более приятен чем опять-таки как я уже выразилась прежде водить по сухой меловой пыли высохшего куска теперь пожалуй я просто помолчу а вы сможете послушать звук и созерцать звук 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok